Вот написано «проклятые и убитые». Остафьева могли начать всё вот это. Могу. Могу это объяснить. Ну, во-первых, «проклятые и убитые» не произвели на общество большого впечатления, как и генералы его армии. Военную просто тогда не читали. Тогда занимались другими вещами. Остафьев был писателем 70-х. В 70-е высшее его свершение последней поклоны царь Рыба. Он великий, очень качественный, во всяком случае, писатель. И, как и Василий Быков, Василий Владимирович, они не были в 90-е прочитаны. Ни поздний Быков, ни поздний Остафьев, ни поздний Акуджанов. Владимир Воевайнович это тоже касается. Мне лично Остафьев говорил, я хорошо помню, что он жалеет о публикации. Не то, что жалеет, а он не хотел печатать «проклятые и убитые». И он не считает, что эта книга многим будет прочитана, потому что это то, что его мучило. Он написал это, чтобы освободиться. Он, конечно, не жалел о публикации, но он жалел о том, что книга получилась такой страшной. Он может быть... Он говорит, но я должен написать свою войну, иначе так и буду думать, что войну выиграют генералы и журналисты. Он написал, кстати, ему Симонов самому говорил, что у меня получается немножко, что журналисты выиграют войны. Это не так. И офицеры. Да, выигрывает перехода. И она же гибнет в самом большом количестве. Остафьев не был прочитан. И Владимир не был прочитан. И уж точно Никулин не был прочитан. Ну, вот, автор был блокадник и сотрудник Эрмитажа. Да десятки. Даже Кондратик не был прочитан толком. Я думаю, что и военные мемуары большинства офицеров, они тогда опубликовались. И солдатские мемуары работы Симонова, кстати, тоже не читались. Лежало мертвым грузом. Но это очень горько. Вторая причина, почему культура никого не оставила. И не могла никого оставить. Вот смотрите. Я недавно давал другу одному интервью. И вот там есть такая мысль, мне довольно близкая. Представьте себе, что в этой семье разогнали всех домашних животных, кроме кошки. А потом интересуется, почему поле не пахано. Как эта кошка не вспахала поле. Понимаете, не входит в обязанности кошки пахать. Она плуга не таскает. Она не пашет. У кошки обязанность ходить самой по себе, мурлыкать очага и вообще доставлять эстетическое удовольствие. Вот культура, она не для пахания. Она не для того, чтобы вам остановить там общество или институции какие-то, значит, новые создать. Культура в лучшем случае может улучшить в обществе моральные климаты. То не факт. Культура – это чудо. Она имеет дело с виртуозными, тонкими, сложными вещами. Ну, человек выдувает идеальные мыльные пузыри или работает гениальным стеклодумом или показывает потрясающие функции. Это, конечно, воздействует на мораль. Потому что вид чуда всегда воздействует на мораль и на психику. Но воздействует неоднозначным образом. Понимаете, об этом расскажут у Мусамана Марьевой волшебный. Ну, или Марьевой фокусник. Мне кажется, что это довольно глубокая мысль. Глубокий рассказ. Потому что эти фокусы, они обратимы. Они делают человека более пластичным. Да, но они не делают его лучше. Мораль – это вообще штука, которая к культуре имеет отношение. Очень касательно. Потому что морали и много. А художественное совершенство – одно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо. Продолжение следует...